Здравствуйте, на что жалуетесь? Эти, на первый взгляд, дежурные фразы – самые важные. Обычный диалог позволит выяснить, что же беспокоит пациента. И здесь не только таблетки и микстуры прописать, важно и психологически поддержать. Студентов медицинских университетов такому не учат. Только на практике и узнаешь, насколько необходимо уметь сострадать. В своей практике я вижу каждый день много различных случаев. Поскольку это приемное отделение из разных областей медицины, это хорошо для меня, потому что я обогащаюсь опытом. Как говорил Александр Суворов, теория без практики мертва, практика без теории слепа. Русский полководец знал, о чем говорил. Теоретические знания подкрепить практикой в Звенигородское подразделение Одинцовской областной больницы приехали пять студентов из Астрахани. День у будущих врачей расписан буквально по минутам. Они и капельницу ставят, и на выезды к пациентам отправляются. У каждого есть наставник, который подскажет, как правильно. Здесь очень дружелюбные врачи. Весь медперсонал всегда помогает. Если вдруг что-то непонятно, всегда можно позвать кого-нибудь, спросить. Они всегда подойдут, помогут. Поэтому вот так. В детском отделении красочно. Маленькие пациенты ждут своей очереди. Впрочем, она здесь небольшая. Медики работают быстро, все по записи. Карина Талекова – студентка педиатрического факультета. К детям особый подход и большая ответственность. Ведь малыш никогда не скажет, что у него болит. С ними очень интересно работать. И мне кажется, очень ответственно. Поэтому хочется заниматься чем-то серьезным. Здесь я помощник врача-педиатра именно в поликлинике. Мы ходим на патронажи. То есть смотрим за новорожденными. Мы выезжаем на вызовы. Это такие очень интересные случаи с острыми респираторными заболеваниями, энтеровирусные. Также ведем прием в поликлинике. В Звенигородском подразделении Одинцовской областной больницы работают 480 человек. Это многопрофильное лечебное учреждение. Здесь оказывают любую медицинскую помощь. От первичной медико-санитарной до современной высокотехнологичной. База клиническая для наших практикантов выбиралась тоже не случайно. Для того, чтобы они могли максимально увидеть и применить свои теоретические знания на практике. Максимально включиться в лечебный процесс, включиться в диагностический процесс. Чтобы они позволяли, что на сегодняшний день обследование пациента, лечение пациента происходит многоэтапно. Их умозаключения должны подтверждаться достаточно высокотехнологичными методами диагностики и лечения. Многие после учебы возвращаются работать в Звенигород. На выбор молодых медиков влияют и программы социальной поддержки, которые действуют в Московской области. Как показывает практика, особенно востребованы в больницах неврологи, анестезиологи, травматологи и хирурги. Для лечебных учреждений стажировка студентов – отличный способ решить проблему дефицита кадров. И привлечь их есть чем.